Всем привет! На связи Станислав, интернет-магазин FieldTime.com.ua. Сегодня на обзоре будем рассматривать вот эту модель. Новинка из коллекции Vintage с скелетонированным циферблатом. Недавно я показывал аналогичные часы тоже с скелетоном-циферблатом, только в корпусе из розового золота, коричневым ремешком. Ссылку на тот обзор я оставлю в конце этого ролика. Поэтому давайте теперь зафиксируем наше внимание конкретно на вот этой модели. Здесь светлое золото, полностью зеркальная полировка корпуса, отделка очень неплохая, удобная массивная головка, огромный циферблат. И здесь, конечно, циферблат это фишка этой модели, он привлекает к себе внимание. Здесь сложный циферблат, синяя окантовка по его краю, римские цифры на отметках 3, 6, 9 и 12 часов. По функциям есть второй часовой поезд до 12 часов, есть лунный календарь в верхнем маленьком окошечке. И это китайская механика с автоподзаводом. Неизвестная фирма, был этот калибр у нашего мастера. Сказал, что при настройке погрешность составляет где-то 5 секунд в сутки, что очень хороший показатель. Ну и, соответственно, сказал, что отделка, можно сказать, она здесь очень простенькая. Ну, что и следует ожидать в механизме, в часах вот такого ценового сегмента. Громкий здесь маятник, он прям, когда вращается, это слышно. И здесь такой тоже громкий и грубоватый звук ручного завода часов. Давайте определимся по статусу. Часы массивные в духе инвикта, несмотря на то, что они смотрятся классически. То есть это часы на массивное мужское запястье. И раз уж речь зашла о размерах, давайте их снимем. 47 миллиметров диаметр. От ушка до ушка 54 миллиметра. Так, толщина 14. И вес ровно 100 грамм. Конечно, для таких размеров вес очень комфортный. Ремешок из натуральной кожи, очень неплохого качества. Прошит черной ниточкой. Тиснение с внутренней стороны. Здесь у нас два фиксатора. Один зафиксирован на самом ремешке. И один перемещается. И классическая застежка. Тоже светлое золото с гравировкой бренда инвикта. Значит, что заявлено по характеристикам. Механизм сказал. Здесь закаленное ударостойкое стекло. Flame Fusion, которое инвикта делает по запатентованной технологии. И здесь, как и полагается, минимальная водозащита 50 метров для классических часов. То есть, можно пережить дождь. Можно помыть руки. Что касается настройки и функционала. Значит, единственное положение головки. Вот вытягиваем ее. И против часовой стрелки вначале настраиваем второй часовой пояс. По часовой стрелке настраиваем основное время. Плюс, вы можете видеть, вращается диск лунный календарь. Который показывает, в каком времени суток установлено время. Солнце, соответственно, день. Звезды и месяц, соответственно, вечер, либо ночь. Давайте поближе рассмотрим циферблат. Скелетон это, конечно, история на любителя. Циферблат красивый. Привлекает к себе внимание. Читаемость хорошая. Ну и, конечно, если рассматривать, ну прям очень-очень близко, то видно, что базовая отделка механизма, она на таком бюджетном уровне. Ну, в целом, это все скрадывает то, что здесь вот основное внимание, оно тянется как раз на вот эту синюю плашку и на маленькие окошечки. Это, соответственно, уже кастомизированные инвиктой детали. И давайте померяю часы на мое запястье. Размер моей кисти 18 сантиметров в обхвате. Вот так часы смотрятся на ней. Я не буду застегивать, чтобы лишний раз не растягивать дырочки. В принципе, от ушка до ушка четко корпус сидит на моем запястье. Но по ощущениям хотелось бы, чтобы рука была больше. Что хочется сказать по итогу? Если вам нравится вот такой классический стиль, если вам нравится скелетон, однозначно эти часы могут быть вам интересны. Возможно, найдутся скептики, которые скажут, ой, китайский механизм, какое-то непонятное говно. Но нормальный здесь механизм, учитывая то, что наш мастер его смотрел, подтвердил, что достаточно точный, что здесь средняя отделка, что и ожидаемо для такого механизма в этом ценовом сегменте. В принципе, я практически уверен, что инвикта на своих бюджетных моделях, вот скелетонах, использует проверенные механизмы. И лишь бы что не заказывает со стороны. Поэтому, думаю, не стоит переживать по этому поводу. Как и обещал, в конце ролика оставляю ссылку и на эту модель. Ссылку для приобретения этих часов оставляю в описании к этому ролику. Также там вы найдете ссылки на наши каналы Instagram, Telegram. Подписывайтесь. Некоторые обновления там выходят быстрее. Не забудьте поставить пальцы вверх этому видео, если было полезным подписаться на YouTube канал. Так, ну а на этом все. Очень много подписок. Друзья, всем хорошего дня. Пока.